Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Петров Дмитрий Владимирович, исполнительный директор племзавода имени Ленина. Работаю я здесь 30 небольшим года, но вот в прошлом году, находясь в нашей Нижегородской сельскохозакадемии, было принято решение, я это, как бы сказать, так немножко исполнил, поступил в аспирантуру, теперь я являюсь студентом аспирантуры. Второго года обучения, да? Нет, первого года. Первого года, да. Вот. Наука, она шагает впереди, поэтому постоянно нужно сотрудничество обязательно. Вот почему? Потому что при тех результатах, которые мы на сегодняшний день добились, дальше двигаться без науки, это невозможно и это нереально. Вот вопрос по более предметным, конкретным, проектным вещам. Дело в том, что недавно меня ректор назначал начальником информадела, как раз моя будет работа. Вы знаете, что ректор Самоделкин, заслуженный ветеран и врач Российской Федерации, и он на базе Академии создает научно-внедренческий центр при РАН, чтобы собрать всех зоотехнологов и разработать методы борьбы с болезнями и создать свое спермо, значит, вот, отечественное задело. О, закупили микроскоп инновационный за 40 миллионов, сейчас это работает. Вот необходимо, мне кажется, науку с производством именно с вашим предприятием наладить. Это вот первая, может быть, точка зоо. Ну, второе, конечно, рецептура. У нас выработанные на кафедре переработки рецептуры новые. И хотелось бы ваших технологов пригласить, послушать, чтобы наши студенты уже предметно подготавливались. Углубить и расширить это сотрудничество. Вот, продолжаю вашу мысль. Это очень интересно. И это, причем, это необходимо. Ведь, если смотреть на сегодняшний день, то как наука оторвалась от производства, так и производство от науки. У нас очень мало точек соприкосновения. Если я вот начинал работать в советские времена, это 90-е годы, еще до развала я попал, тоже я попал на племзавод, там было очень тесное сотрудничество науки и производства. И многие хозяйства вели именно специалисты, преподаватели. В те времена это еще институты были, да? Но преподаватели вели хозяйство. И кто-то вел селекцию хозяйства, кто-то вел кормопроизводство, кто-то инженерную структуру. То есть, вот это взаимодействие, оно на сегодняшний день потеряно. Его нужно срочно восстанавливать. Почему? Потому что страна шагнула вперед с теми удоями, которые у нас сегодня есть. Невозможно что-то, вот скажу так, прыгнуть выше головы, не привлекая ногу. Да, и не забывая не только про количество, но и про качество. Вот, например, был я много раз, и наши студенты многие бывали в Австрии, в Германии, посмотрели, как там содержание коров, какие породы, это дали приживаемость. Тоже могли бы в этом плане посодействовать. Ну и, конечно же, вот, интересные вещи у нас по науке проходят. Например, вы знаете, с 2006 года в Германии запрещены инъекции усиления, значит, роста. Вот, потому что они не вводятся из организма человека. Запрещено в Германии полностью, да? То есть, это же интересная вещь. Или, вот, например, с молочниками разговариваешь. Мы не можем делать сыр, не пастеризуя молоко, нас не пропустит в ветеринарии, да? А, казалось бы, самые вкусные сыры в Баварии, Австрии, Швейцарии, они никакой пастеризации, они пахучие, но, как говорится, лучшие в мире. То есть, вот, маленько, может быть, даже инновация отходить от каких-то законодательств, от нашего, но делать что-то фермерское, свое, у вас же есть свой фермерский дворик, почему там, вот, например, не продавать молоко не пастеризованное? Нет, мы не пройдем по ветеринарии. Или как-то вот менее пастеризованное. Роспотребнадзор не пропустит. Да, это вот проблема, да. Я вам проще скажу, мы тоже собственником были в позапрошлом году в Голландии, значит, выбирали технологии для вот этих двух проектов, то, что я говорил. Там, вот, между сыроварней и производственным помещением, коровником, там 20 метров. По нашим стандартам не менее 500. То есть, это уже о чем говорит? Почему там можно, здесь нельзя. Вот с этим нужно бороться. Я еще другое хочу сказать. У нас здесь вообще, наши законодатели придумали о том, что у нас навоз является опасным продуктом. Да, да, да. Это уже просто за крайнюю понимание. Знаете, как здесь один человек выразился. Вот, у меня такое ощущение складывается, что нашим законодателям больше заняться нечем. Вот они палец в небо сунули, закон какой-то оттуда высосали. Кому-то это нужно, наверное. Но вот конкретно в марте в Госдуме Ограрной Комитете будет мероприятие. Круглые парламентские слушания по ветеринарии, и вот что с этим делать. Вот, предлагаю вам совместно принять участие, вырабатывать предложения. Если пригласите, конечно, примем. Если визитку дадите, то обязательно. Вот. Ну что ж, благодарствую за интервью. Всех благ, вы добро. Вот.